Привет, друзья! Вы на канале Мамедыч. И очередная порция мемчиков, мемасиков. Мемоходом мы решили их обозреть сегодня, чтобы поднять вам и себе настроение. Так что, скорее начинаем. Поехали! Ты на кого собираешься учиться? Алхимик или некромант? Как получится? Чего? Лаборант или реаниматолог? Ну, алхимик – это похоже на лаборанта, конечно, но скорее алхимики – это индийские фармацевты, которые пытаются из оригинального препарата сделать дженерик, но ничего у них не получается, потому что обычно оригинальный препарат все-таки лучше. А реаниматологи – это некроманты. Некроманты, скорее всего, это патологоанатомы. Тоже, кстати, очень интересная профессия. Треугольники нормального человека и треугольники медицинского студента. О, да, эти треугольники помнит каждый медицинский студент. Первого или второго курса – это, скорее всего, курс второй или третий оперативной хирургии и топографической анатомии – треугольники шеи. Но на самом деле это очень сложно, но настолько же и важная тема в университете была, потому что нужно обязательно знать эти треугольники. Например, сонный треугольник – это тот треугольник, где нужно искать сонную артерию или под нижнечелесной треугольник, по-моему, так он называется, где можно пережать подъязычную артерию. Но очень много действительно нужного в этих треугольниках. Шел 23-й день карантина. Хирургическим путем создал гибрид банан и ананас. А назвал его бананас. Вот это хорошо, да, но не знаю, сможет ли работать этот анастомоз бананасный. Но однозначно ушито все красиво, наверное, настолько же вкусно. Выбери своего научного руководителя. Как ты почувствуешь, а затем он должен выбрать тебя, что потом ты должен установить с ним связь, действуй быстро. У тебя всего одна попытка. Как я узнаю, что он меня выбрал? Он захочет тебя убить. Вот это точно. Любой научный руководитель, если у вас серьезная тема, и вам нужно в определенные сроки написать какую-то научную статью или зачтить дизертацию, то вас точно будет убивать не только руководитель, но и все вокруг. Поэтому опасайтесь. Но любите науку. Наука движет прогресс вперед. Правительство рекомендует работать из дома. Леонид Иванович Рогозов. Да, это известный случай, когда доктор-хирург сам себе оперировал аппендицит, делал аппендектомию в условиях, когда не было вокруг никого, кто мог бы с этим справиться. Да, это, конечно, серьезная заявка на успех во время самоизоляции. Но я думаю, что у нас до такого не дойдет. Я бы ни за что не смог бы сделать себе трепанацию черпа. Явно это ничем бы хорошим не закончилось. Так, в школу, в универ и на сутки. Да, вот этот галстук, он больше подходит, если ты идешь на сутки. А тем более я, конечно, не позавидую сейчас тем, кто работает в инфекционных больницах. Там-то точно все это происходит, только еще и в определенном костюме защитном. Да, это не очень приятно. Но и не все такие дежурства тяжелые, поэтому будем надеяться, что таких галстуков среди медработников будет как можно меньше. Так, не понимаю, как люди могут считать себя лучше других из-за внешности? Мы в буквальном смысле мешки с мясом, которые управляют вот это. Да, это очень страшная штука, нервная система, выделенная из организма. Это, да, такое страшное зрелище. Но именно эта штука нами управляет всеми. И, кстати, глаза. Тут видно, что глаза, глаза это действительно часть нервной системы, которая выходит прямо на поверхность, потому что сетчатка, она как раз-таки напрямую передает сигналы в мозг. Кто-то. Нельзя выучить дозировку пенициллина по мемам. 200 тысяч единиц уже готовы и еще миллион на подходе. Вот это точно, кстати, дозировку пенициллина. Мне всегда было очень сложно запомнить. И сейчас я с трудом вообще могу вспомнить. Во-первых, потому что этот препарат очень редко используется. Во-вторых, потому что там очень-очень много единиц, и очень сложно все это рассчитывается. Но всегда можно вспомнить. Т-лимфоциты после любой трансплантации. Как ты смеешь стоять там, где стоял он? Ого, это мемчики про трансплантацию. Да, конечно, когда в организм помещается что-то из другого организма, конечно, иммунная система реагирует на это как передача сдохни или умри. То есть, конечно, все чужое, что есть у нас в организме, оно должно исчезнуть. Поэтому наша иммунная система это поедает. Но именно поэтому трансплантация возможна только благодаря иммуносупрессии. То есть, когда мы изначально знаем, что мы должны понизить наш иммунитет, не наш иммунитет, человека, которого он пересаживает, донорский орган, чтобы он просто-напросто не отторкся. Ребенок взрослеет, его тимус. Ты чего надел? Да, тимус это такая особенная, особенный орган в нашем теле, иммунный орган, орган иммунной системы, который с возрастом уменьшается, уменьшается. Но он достаточно важный, и с ним связаны различные заболевания. Например, миостения – это заболевание, которое может быть вызвано тимомой. Не путать с тимоном, который был другом пумбы, а тимомой – опухоли тимуса, то есть опухоли вилочковой железы, которые вызывают очень жесткое заболевание, аутоиммунное, миостыни. И иногда его можно разрешить, если удалить эту опухоль. Доктора, не переживайте, это легкая хирургическая операция, риски практически невозможны. Так же доктора. Ну, мы не такие уж жесткие доктора. Но на самом деле, конечно, это очень похоже на студента или ординатора, который может уговаривать больного на операцию, даже несмотря на то, что эта операция очень сложная, серьезная, риски довольно-таки высокие. Но опытные доктора, конечно, могут взвешиваться за и против. И очень избирательно подходят к выбору операции и вообще нужно ли ее делать. Потому что, как известно, самая лучшая операция – это та операция, от которой отказались. Я насмотревшийся Мамедыча COVID-19. О-о-о, ну да. Во-первых, с маской мы вообще непобедимы. А те, кто смотрят наш канал, они непобедимы дважды. Во-первых, потому что у них хорошая иммунная система в связи с постоянными улыбками. А во-вторых, со знаниями, которые вы можете получить на этом канале. Мы обнаружили лекарство от коронавируса. Так в чем проблема? Давайте его опробуем. Есть одна проблема – мы не можем его открыть. Да, эта знаменитая вьетнамская звездочка помогает от всех болезней, в том числе от COVID-19. Но проблем они до сих пор не могут провести клинические исследования, видимо, из-за того, что не могут ее открыть. Но на самом деле очень хорошая, как физиотерапевтический эффект, разогревающий, но не при всех болезнях. Поэтому ознакомьтесь с инструкцией. Я не знаю, есть ли там инструкция вообще к этой вьетнамской звездочке. Но обязательно проконсультируйтесь с врачом, если захотите ее использовать. Гроб, гробный, гробницей за гробами. Понравилось шести людям. Да, это, видимо, как раз-таки ученик, точнее, наверное, сын патологоанатома сдает какой-то тест на орфографию в школе. Да, но мы все-таки знаем, что правильно тут писать букву И. Когда просто решил померить температуру, чувствуешь себя превосходно. 40, и когда тебе капец как плохо, и понимаешь, что ты умрешь 36.6, это не мем, а жеза какая-то. Но да, конечно, жеза. Но иногда, я бы на второй картинке добавил температуру не 36.6, а 37. Иногда вот такая субфибрильная температура 37.5, она, организм просто повергает в какой-то шок, и мы чувствуем себя очень плохо. И следите за своей температурой, тем более в период эпидемии. Дезинфицирующее средство – кожный антисептик. Вот это точно. В российских аптеках все должно быть на цепи, и даже к кожной антисептике. О-о-о-о, вот тут фоточка с вечеринки. И что же изучает этот парень, когда вокруг него творится такая вакханалия? Конечно, он не может на это обреть внимание, потому что его внимание поглощено чем-то более интересным. Это Атлас Синельникова. Да, Атлас Синельникова – это, кстати, новое издание, потому что когда я учился в университете, у нас тоже были Атлас Синельникова, но не такие, а более старые. Но, тем не менее, очень-очень крутые и красивые. Допустим, я не открывал учебники Синельникова, но Атлас. Атлас я любил так же, как и Атлас из географии. Это практически как контурные карты. Тоже можно было что-то разукрашивать. Может быть, кто-то придумает и сделает контурный Атлас, для уроков анатомии в школе или для занятий анатомией в университете. Кстати, это хорошая бизнес-идея, мне кажется, на этом заняться. Я мечтала стать врачом, но стала наркоманкой. Евгения, 33 года. Да, она выглядит здоровее и бодрее, чем наши врачи после смены. Но вот это точно, да. И даже причесочка у нее вполне себе хорошая. Цвет лица довольно-таки хороший. И, значит, несмотря на то, что она наркоманка, она выглядит довольно-таки хорошо. Но, конечно, наркотики – это зло. Не употребляйте наркотиков. Остановитесь врачами. Приказы по ковид-19. Вот это уж точно. Наши министерства здравоохранения, Роспотребнадзоры все вместе взятые умеют создавать приказы таким образом, что их не было желания даже открывать, даже название читать. Потому что ты знаешь, когда такой талмуд открываешь, ничего хорошего там не увидишь. Я предлагаю нашему министерству здравоохранения и Роспотребнадзору создать свои YouTube-каналы, где в 10-минутных видео они бы расписывали все приказы. Это будет гораздо полезнее, потому что я уверен, что они и не подозревают, что большинство врачей все эти приказы целиком и полностью не читают. Но, может быть, после этого видео они обратят на это внимание. Так, ну что, это были новые мемы в нашей рубрике от Мамедыча, от главного медицинского мемолога Российской Федерации. Всем удачи, любви, здоровья и улыбок, что поможет преодолеть нам все кризисы. Подписывайся на канал, потому что я знаю, что у вас много тех, кто не подписался, не поставил колокольчик. И жду вас в новых выпусках. Все, пока!